И завтра мы начнем с вами тему восстановления Скини и Давида. Почему я так много говорю о музыкальной культуре? То есть мы прошли такие две духовные темы, истоки поклонения и смысл поклонения, потом прошли боговедение и поклонение, и потом окунулись более в такую информатику. То есть потому что мы поняли, откуда это вышло, как оно работает, и теперь мы смотрим вот так вот, скользко просмотрели развитие, как развивалась музыкальная культура. Конечно, времени мало, и, честно говоря, и у меня, наверное, не хватает подготовки для того, чтобы вам дать полную информацию, более интересно, то есть именно по истории. по истории именно. Но мы остановились, вот что на постсоветском пространстве, да? Большинство, и я вам скажу, что большинство шлягеров, которые поются по сегодняшний день, которые перепиваются уже много раз, различными исполнителями, подмосковные вечера, которые весь мир поет, да? То есть, ну, очень много песен сегодня, уже ничего нового придумать, ну, особенно не могут такого, и перепевают эти старые песни, которые написаны именно композиторами евреями. евреями. Они брали фамилии, там, псевдонимы, то есть, Евтушенко, это псевдоним, то есть, у всех они, у них, у многих псевдонимы были, понимаете, да? Потому что, ну, если ты с этой национальностью, тебе очень трудно было пробиться, вообще, ну, добиться чего-то в жизни. Ну, реально, это были исключительные случаи, когда люди не меняли фамилии. Но в основном все равно, ну, всех мы знаем под вымышленными там фамилиями, именами, псевдонимами, но это были именно евреи. Вот потому что, мы говорили, потому что, может быть, в генах у них это было заложено от самого, вот, того момента, когда Бог их избрал, отделил их, дал им Тору, которая должна была петься, да? То есть, и это, оно как бы формировалось, это в них веками. И поэтому они вот такой музыкальный народ. И когда мы говорим о восстановлении из Кинии Давида, мы так просто поразмышляем, то основной стих, вот, да, берется это местописание, что я восстановлю с Киния Давида падшую, да? Я вот сейчас буду процитировать, я просто не помню. Да, да, да. Не, Амос это, а где оно в Новом Завете цитируется? Девиание апостолов. А, это в первых главах, или вторая, вторая, да, 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 точно. Мы просто с вами сейчас поразмышляем. Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Пётр, Пётр, Пётр. Пётр, Пётр. Пётр, Пётр. Пётр, Пётр, Пётр. Пётр, 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 Пётр. Пётр встал, сказал, что Бог одни первых избрал нас и меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. Пётр, Пётр, Пётр. Пётр, 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 Пётр. Потом обращусь и воссоздам скинью Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю её, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя моё. говорит господь творящий все сие вот это место писания но в книге амаса это цитируется книга амаса 9 глава да то есть это пророческая слова пророка амаса 9 отдавайте откроем амаса 9 и прочитаем это место вот в девятой главе одиннадцатый стих в тот день я восстановлю скиния давида падшую заделаю трещины ней и разрушенное восстановлю и устрою ее как в дни древние чтобы они овладели остатком дома и всеми народами между которыми возвеститься имя мое говорит господь творящий все сие есть разница или нет давайте еще раз прочитаем деяние потом обращусь и вас там воссоздам скинию давида падшую это что мне разрушено воссоздам и исправлю ее чтобы взыскали господа прочие человеки и все народы между которыми возвеститься имя мое говорит господь творящий все сие ну ничего не разницу на увидите какую-нибудь или нет ну как в тот день я восстановлю скинию давида падшую заделаю трещины мне разрушенное восстановлю и ее как в дни древние правда да воссоздам исправлю заделаю трещины восстановлю то есть как в дни древние здесь очень четко говорится это конкретно пророчества относящиеся да 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 то есть и в тот день я восстановлю скинию давида падшую заделают рит это чтобы они овладели и статком остатками дома и всеми народами между которыми возвеститься имя мое говорит господь творящий все сие конкретно вам аса говорит чтобы они овладели остатками дома и всеми народами да буквально буквально если я я как но переводил но вот как бы смотрел переводы там и разбирал там ну брал слова стронго вот да там ссылки как бы и там сказано что я вас создам там заделаю трещины восстановлю это восстановить можно только то что было понимаете да то есть реставрирую буквально да то что было и как оно было устроено в дни древние да то есть и там диска овладеют остатком и дома то есть буквально для того чтобы народы пришли просить помощи у господа то там применяется наречется имя мое но не совсем понятно то есть или возвеститься до имя мое да между которыми просто будет проповедано одно там сказано для того я восстановлю это для того чтобы народы взыскали да они пришли и просили помощи отчая но очень часто я слышу я буквально вот валик ты не пиши не пиши пожалуйста я про вы в Продолжение следует...